Это Realme 9 Pro Plus против Samsung Galaxy S21 FE Это деньги, ребят, нормально, закупиться можно пока что, честно Я думаю, тут комментарии излишки Это просто провал, хорошо, прям хорошо Вот прям вот хорошо Привет, друзья, вы на канале Q.RUS С вами Андрей, и у нас немножко такое странное сравнение будет Это Realme 9 Pro Plus против Samsung Galaxy S21 FE Смартфон из немножко разных весовых категорий Samsung помощнее, подороже ощутимо Но вот как раз здесь, в этом видео, попробуем, давайте понять Стоит ли вот сейчас переплата за тот же самый Samsung С более мощным процессором, более мощными плюшками Своих денег, или Realme может ему чем-то ответить И кому лучше пойдет какой смартфон Актуальные цены на эти смартфоны найдете по ссылке под видео Как обычно, задавайте свои вопросы, делитесь мнениями в комментариях под видео Я знаю, что все комментарии под видео участвуют в розыгрыше одного классного смартфона И куче промокодов утешительных, которые мы разыграем в прямом эфире в начале следующего месяца Для участия в этом розыгрыше на канале YouTube нужно оставлять комментарии под видео Засчитывается только один комментарий Быть подписан на канал в YouTube и открыть подписки в настройках обязательно И последнее условие Подписанным быть на Telegram В том числе, потому что мы там думаем проводить все следующие розыгрыши Анонс мы проведем у нас на канале, в том числе и в Telegram и на YouTube Так что следите, подписывайтесь, не пропускайте Друзья, ну и на фоне всех последних событий нам грозят блокировка YouTube Случится, она не случится На всякий случай мы завели с собой еще дополнительные 4 сети В которых вы сможете нас найти и следить за нашими обзорами и новостями Первое, это, конечно же, Telegram-канал В котором мы сейчас еще думаем еще о какой-нибудь дополнительной активности Устраивать опросы, может быть, какие-то мысли Так что рекомендую сразу подписаться Это, конечно же, ВКонтакте видео на нашем канале В соцсети ВКонтакте Это Яндекс.Видео, Яндекс.Дзен и Рутюб На Рутюба разлагаю меньше всего надежд, но будет не лишним Ну и, конечно же, на YouTube мы тоже продолжим заливать Через VPN, через другие доступы Но не все люди знают, как VPN использовать, как туда получать доступ Так что, скажем так, вы нас в любом случае найдете И по ссылкам под видео можете подписаться, чтобы ничего не пропускать Удачи нам всем! Два субфлагмана на самом деле всегда интересны Другое дело, что в текущих реалиях разница в цене между ними весьма серьезная Как и функциональная, на самом деле Но вот задача как раз таки понять За что мы переплачиваем Самсунги Или, может быть, кому-то хватит Realme 9 Pro Plus Не буду вдаваться в особые подробности На самом деле, по внешнему виду я ставлю на ваш вкус и цвет Оба телефона, повторяю, дизайн Samsung S21 линейки Поэтому называется S21 FE У Realme дизайн, мне кажется, не меняется уже пару лет Хорошо это плохо, думайте сами У Samsung пластиковая задняя крышка у Realme стеклянная Рамка у металлическая, у Samsung у Realme пластиковая Зато у Samsung есть влагозащита и еще беспроводная зарядка А у Realme есть разъем для наушников Что из этого для вас важнее? Смотрите сами Фактически, конечно, влагозащита Это всегда здорово Тем более, что в Samsung она полноценная Это IP68 Это прям вот можно окунуться Прямо на метра полтора Он еще там поваляется И телефону, скорее всего, не должно ничего быть У Realme, конечно, такой защиты нету Как и беспроводной зарядки При этом по габаритам телефоны, в принципе, сравнимые Одинаковые диагонали дисплеев Немножко потолще, конечно Ну, как немножко? Потолще, потолще подбородок у Realme У Samsung это более все равномерно Ну, в остальном Стерео есть в обоих смартфонах Две сим-карты По весу, по габаритам Плюс-минус одинаковые Сразу отмечу, что В комплекте с Samsung Есть только проводочек Так вот, в случае с Realme 9 Pro Plus Здесь в комплекте есть И шикарная зарядка на 65 Вт Которую телефон полностью за полчаса заряжает И чехольчик В общем, комплект тоже, конечно, у Realme поинтереснее При том, что телефон дешевле По дисплею Опять же, на бумаге все однозначно И в S21 FE Динамика AMOLED 2X дисплей Самая современная матрица от Samsung В то время, как у Realme Предыдущая матрица от Samsung Супер AMOLED Причем 90 Гц у Realme 120 Гц у Samsung По факту могу сказать, что Как человек, который пользуется Кучей разных телефонов Тестируемых от Samsung От Realme От Huawei От всех остальных Разницу между 60 и 90 Гц И разницу между 60 и 120 Гц Видно отлично Разницу между 90 и 120 Гц Не видно И точно так же Разницу Не видно Между Super AMOLED И Fluid AMOLED 2X Оба телефона, оба экрана поддерживают Олусон дисплей Здесь шикарные черные цвета Очень все контрастно Есть множество управлений С той температурой Все замечательно В обоих телефонах Замечательные дисплеи С производительностью История немножко посложнее Здесь я как бы не буду спорить Это все однозначно В Realme стоит неплохой Процессор Radiatec Dementia 920 Оперативная память 6 или 8 ГБ В Samsung Все-таки стоит Snapdragon 888 И оперативная память Тоже 6 и 8 ГБ Разница, конечно, глобальная Она большая Быстрее память Быстрее видеоядро Быстрее сам по себе процессор В Antutu 770 тысяч баллов Samsung 500 Даже 500 Дотягивает у Realme И суть в том Что, опять же Для чего вы телефон покупаете Принципиальная разница В производительности У этих телефонов Скажется, по сути Только в сложных 3D режимах Это сложные Очень высоко Нагруженные 3D игрушки Причем Это все проявляется Только на ультра Максимальных настройках Которые, в принципе Можно поставить Опять же Только на Snapdragon Хотя потянул бы И, допустим, Realme Если же играть Там на каких-то высоких Просто высоких Высоких Не на ультра высоких А на высоких настройках На которые позволяет Realme и Samsung Будет одинаково А если вообще не играть Как делают Большинство пользователей То оба телефона Работают чертовски быстро Какие-то приложения Быстрее открывают Realme Честно Оба телефона Чертовски быстрые И вот, конечно Если вы играете В игрушки То для вас Интереснее будет Samsung Однозначно Тут, причем С процессором Еще поработали Он не так сильно Нагревается Как в других Телефонах И в том числе От Samsung С охлаждением Поработали Молодцы Вот здесь ничего не скажу Но принципиальной разницы Ну как бы Нету двухкратной Какой-то разницы Которая есть в Antutu Нету Ну вот Быстрее Samsung На глаз Процентов на 10 На 15 Ну не больше Батарейка причем В обоих телефонах По 4500 мА И да Есть беспроводная зарядка У Samsung У Realme нету Мы про это уже сказали Окей Учли Суть в том Что оба телефона Живут долго И Realme живет дольше Snapdragon 888 Несмотря на то Что с ним Как-то поработали С охлаждением Уравнили частоту И так далее Все равно Это телефон Который хватает Максимум на один день работы К концу дня Остается процентов 15-20 заряда А то и меньше И иногда Разряжается уже там Даже Часов в 6 Прожорливый Прожорливый процессор Да Отличный дисплей Да Современный процессор Но прожорливый И с этим ничего не сделать К сожалению Realme 9 Pro Plus Имеет ту же самую Емкость аккумулятора Но современный Mediatek Который внезапно Вот действительно Пути судьбы Несколько лет назад Mediatek Процессор Прям вот так вот Брал Жамкал И сжирал И выбросовал Это было плохо Сейчас же Mediatek Действительно Более энергоэффективны Чем последняя версия Snapdragon Это забавно Но из этих двух смартфонов Разряжается Медленнее Realme Причем работает он дольше Раза в полтора дня На полтора-два Его хватает К концу дня В одинаковом режиме тестирования У Realme было 40% заряда У Samsung уже 15 При этом заряжается Samsung Максимум 25 Ватт зарядка Которая нет в комплекте Конечно же Ну то есть ладно У вас есть какая-то зарядка дома Вот 25 Ватт Телефон Samsung полностью зарядится За час 20 Realme От комплектного зарядника На 65 Ватт Полностью заряжается За полчаса А за 15 минут Уже заряжается Наполовину Вот столько Чтоб прорвел Samsung Realme заряжается За 15 минут Я думаю тут Комментарии излишни Про селфы камеры Говорить особо не буду Здесь 32 Мп Самсунг 16 И у Realme Плюс-минус На мой взгляд Они одинаковые Есть портретные режимы Они очень хороши В обоих телефонах Всех интересует Конечно Основная камера Причем здесь В обоих телефонах Тройная камера Основная У Realme 50 Мп Основная камера Свеженькая Матрица АМХ 766 от Sony С оптической стабилизацией Широкогольная камера 8 Мп И камера Макро На 2 Мп В то время как у Самсунга Тройная камера Все та же Что мы видели Еще 2 года назад Основной модуль 12 Мп Тоже с оптической стабилизацией Ультра Широкогольная камера Тоже на 12 Мп И Телефото Камера на 8 Мп С трехкратным Оптическим приближением И суть конечно Как вы понимаете Здесь далеко не в Мп Но вот это Наверное одно из Таких главных Противостоений Этих двух смартфонов Потому что по камерам Чертовски хороши Оба Оба телефона Чертовски Хороши Камера современная С оптической стабилизацией В Самсунге Дополнительно Камере еще помогает Здорово Процессор Что сказывается В видео Сравнивать эти два смартфона По части фото Снимков Мне было очень приятно Потому что оба смартфона Показывают потрясающие результаты И Самсунг И Realme 9 Pro Plus Это Одни из лучших смартфонов По части камеры Которые сейчас можно купить Причем еще За относительно Адекватные деньги Да у Самсунга Есть дополнительно Трехкратный оптический зум Да Однозначно могу сказать Что по части видео В 4К Самсунг На голову Лучше Чем Realme Потому что Realme почему-то По какой-то странной Дурацкой причине В 4К Не умеет в стабилизацию То есть картинка Тоже хорошая Но стабилизации Черт возьми нету Это просто провал Но в Full HD Все нормально Картинка И в Самсунге И в Realme Отличная И если говорить Про фотоснимки То во всех условиях Даже в авторежиме И Самсунг и Realme Выдают потрясающие кадры Немножко Как мне кажется Все-таки Realme Пока перестарались С контрастностью Слишком темные снимки Получаются из-за этого Но в целом Они получаются Красивые Причем реально Во всех условиях День Помещение Вечер Ночь Сложно Прям беда Контровый свет И так далее И вот здесь Пожалуй Что действительно То где смартфоны Максимально близки Видео я все-таки Отдам Пальму первенства Самсунга И по цветопередаче И по стабилизации По картинке Все-таки будет Вот однозначно Поинтереснее Оригинал фото и видео На эти смартфоны Сами можете оценить По ссылкам под видео Со связью телефонов Тоже полный паритет Две сим-карты Есть NFC Есть и поддержка Wi-Fi 2.4.5 Гц Wi-Fi 6-опок Лень Тоже в обоих телефонах Есть И работают телефоны Конечно Оба на андроиде Причем и там Это уже 12-й андроид Оболочки конечно Отличаются сильно Realme UI Третья версия В Realme One UI Версии четвертой В Самсунге Функционал на самом деле Побольше Как по мне Такого полезного Именно функционала В Самсунге Здесь можно подключать Его к монитору Чтобы был Как системный блок Как будто Можно подключать К компьютеру Чтобы управлять Телефоном Мышкой На экране монитора Но в остальном Функционал В принципе-то совпадает То есть здесь Дублирование приложений Профили безопасности Различные Поиски Не могу однозначно Выбрать Кто из них Мне нравится больше Как-то Больше симпатии Мне все-таки Отдается One UI От Самсунга Как-то и значочки Помелее Посимпатичнее При этом И не приедающиеся Прикольная штука Кстати есть У меня на рабочем столе На Самсунге Сейчас есть галерея Смотри А то видишь Я сейчас вверх Приду Открою менюшечку Вот за этим Приложением Смотри Красный значок Видишь То есть Ты понимаешь Это как бы Мелочь На самом деле Но Но вот так вот Это вот мелочь Реально с которой Кто-то заморочился В принципе В обоих телефонах Отличная прошивка Я уверен Каждый найдет Для себя Что-то приятное И там и там Давайте вывод подведем На самом деле Видео было Неоднозначным В том плане Что смартфоны По-разному стоят По-разному позиционируются И по процессору И так далее Но вот тут Посмотрите По сути Я это видео Снимал Про достаточность Достаточность Бытия С тем или иным Смартфоном Несомненно Самсунг Круче Круче За счет Влагозащиты Беспродной Зарядки За счет Трехкратного Оптического Зума Дисплей Здесь все-таки Современнее Несомненно Но Здесь есть и ряд вещей Которые спорные На фоне даже Более дешевого Китайца Камера такая же По факту Фото и видео Производительность В принципе оказывается Тоже такой же Автономность Хуже Скорость зарядки Хуже Комплект В разы хуже И ценник выше Баланс И вот это сравнение Было как раз не про то Что сравнить Два конкретных телефона Потому что с ними Вот в этом плане Все понятно Но вот эти вещи Как с камерой Со скоростью зарядки С реальной Производительностью В повседневной эксплуатации Они как раз нам показывают Надо ли его платить За больше Готовы ли его заплатить За смартфон Более дорогой Чтобы получить Вот те вещи Которые я перечислял Кто-то несомненно Будет готов Я могу их понять Кто-то будет не готов За скобками За скобками У нас остается Младший брат S21 FE Который называется Samsung Galaxy S20 FE Я не стал Заведомо сравнивать Realme 9 Pro Plus С S20 FE Просто потому что S20 FE уходящий Смартфон с рынка Если он продается Еще сейчас Вы хотите купить Samsung Однозначно рекомендую Его посмотреть И взять Потому что По сути Тот же самый S21 FE В предыдущем Правда дизайне Вот он мне нравится Меньше чем Realme Но тоже мощность Беспроводной зарядкой С отличной камерой Такой же Сравнение подробное S21 FE S20 FE У нас есть На канале А вот эти Два телефона Это наглядный Пример Наглядный Пример Выбора Хорошего Сбалансированного Смартфона Или более Ультимативного Но за что платить Думайте сами Толицы на эти Смартфоны На многие другие Вы даете по ссылке Под видео В магазине Кюк.ру Сдавайте свои вопросы На ютубе В телеграме Мы с вами пообщаемся И ответим На этом я с вами прощаюсь С вами был Андрей Кюк.ру Пока